Пользователи интернета в Казахстане активно обсуждают условия проживания 30 новоизбранных депутатов парламента. В ожидании служебных квартир их временно поселили в пятизвездочном отеле Пекин Палас в центре Астаны. Один из пользователей сообщил, что стоимость номера там составляет 120 тысяч тенге, это примерно 350 долларов. Поскольку оплата идет из бюджета, налогоплательщики резонно поинтересовались, почему был выбран именно этот отель. В ответ депутат парламента Гульжана Карагусова заявила, что номер якобы стоит меньше 100 долларов в сутки. И депутаты, безусловно, заслуживают именно пятизвездочных условий проживания. Вы хотите, чтобы депутата соответствующего уровня, который является носителем секретов, который является неприкосновенным. Есть же такие у нас квартиры уже, где за койку в час платят. Вот это хотите? Для этого есть деньги в бюджете. Они, как во всех странах, абсолютно, ни в одной стране есть определенные требования к уровню проживания людей такого уровня. И ничего здесь страшного нету. Из этого делать то, что вот расходуются деньги и так далее. Ребята, кто как содержится, тот так и работает. И должен это делать. Эмоциональный ответ Карагусовой вызвал новую волну критики, после которой депутату пришлось объяснять, что она имела в виду не как работает, а где работает. Журналистов же Карагусова обвинила в использовании подлого метода. Я сколько раз журналистам говорю, если ты не знаешь, ты приди, переспроси. Я тебе открою закон, покажу. Я тебе фактами скажу. Ты ответственно относись к своему заданию, а не пеки пирожки с гнилью. Одна из новоиспеченных депутатов Ирина Смирнова показала корреспондентам TodayKZ номер, в который ее поселили. Точной стоимости она не знает, но предполагает, что его цена чуть выше 20 долларов в сутки, поскольку ничего особенного в нем нет. Вайфи выше уровень, да, просто как частный клиент я поселилась. А здесь вот, когда мы оказались, и вдруг сказали, что это стоит 120 тысяч, но это просто невозможно. Ну, здесь находится, вот, значит, здесь есть чайник, есть холодильник, ну, как всегда, да, шкаф, туалет, ванная. Все. Вайфай? Вайфай есть. Завтрак входит в номер. На сайте отеля Пекин Палас указано, что цена двухместного номера, в котором проживает Ирина Смирнова, составляет 61 200 тенге или 180 долларов. Это не 120 тысяч тенге, но и не 29 тысяч. Как сообщают СМИ, депутаты проживают в гостинице уже около двух недель. Мы спросили у жителей Алма-Аты, как они относятся к тому, что деньги казахстанцев расходуются на проживание парламентарьев в дорогом отеле. Конечно, подешевле могли бы. Депутаты еще ничего не заслужили. Только они избрали их, чужая, сразу такой дорогой их заселяет. Простым людям пусть дают, помогают. Ну, это мы узнаем. По их работе еще только, наверное, начали, ну, как пока это самое, еще рано, выводы делать. Я думаю, достойны, если они так работают, добросовестно. Где правильно? Почему? Потому что. Ну, я думаю, что можно было найти подешевле. Например? Ну, не знаю, например, снять им квартиру, теперь и сам. Временно. Ну, тут, наверное, смотря какой депутат. Если депутат действительно делает что-то для народа, почему бы и государству что-то не сделать для депутата? Конечно, это уже в такие времена деньги тратит. Это очень накладно, наверное, для государства. Ну, ничего. Ну, здесь. Времен. Времен. Времен.